Привет, друзья! Получил я посылочку Стололаевки от Александра Николаевича Копцева Смотрим, что здесь пришло О-хо-о! Мед! Мед! Липа! Ай, красота! Гречневый Цвет непередаваемый Подсолнух Солнечный такой И разнотравье Вот такой Красивенький А еще Квас медовый Концентрат И квас медовый Концентрат О, какое богатство! А дядечка этот Непростой А очень особенный Харизматичный Такой мужчина Занимался Всю жизнь басикой Было 150 уликов Рассказывал Сейчас уже возраст Говорит 30 уликов Оставил Вот Профессионально Этим всем Занимается И очень долгое время Занимается Квасами Напитками Естественного Ображения Разработал Свою систему Вот Квас Делает Из него Делает Концентрат Это потом Можно Вот тут Все описано Как это Все делается Вот Разбавлять И пить Абсолютно Натуральный Естественный Продукт Уже долго Работает С ресторанами Там Кафешками Это Черниговская Область Талалаевка Вот Ну торговал По всей Украине И в Харькове Здесь у нас Торговал Вот Всех валят Вот Так что Есть Чему Поучиться Очень Опытный Мужчина Вот Но Решил Пивом Заняться Тоже Интересно Ему Вот Попросил Поэкспериментировать С медовым Пивом Вот Буду По его Просьбе Экспериментировать С разными Видами Меда Вот Разработаем Для него Какой-нибудь Рецепт Интересный Вот Сейчас Общаемся Так что Надеюсь На плодотворное Сотрудничество Ну а Сейчас Ставим Чай Надо Успеть Первым Все попробовать Потому что Как говорил Винни-Пух Мед Это Такой Продукт Который Есть Да Его сразу Нет Сейчас Заценим Ай Разнотравье Конечно Замечательно Пахнет Прямо Летом Летом Пахнет Супер Мой Гречневый Гречневый Мой Любимый Красота Запах Какой Густой Запах Не удержусь Мощный Такой Насыщенный Что запах Что вкус Такой Густой Классный Мед Бесподобный Бесподобный Запах Просто чудесный С липой Чувствуешь Как здоровье Прет Оттуда Подсолнечниковый Да Цвет Цвет Прямо Солнечный Яркий Красивый Такой Веселый Не знаю Чего многие Не любят Просто Замечательный Мед Я считаю С такой Кислиночкой Вкус Очень выраженный Замечательный И квас Что ж у нас тут С квасом Очень интересный Этот продукт Концентрат кваса Медового Талалаевский Т.У. Есть Все зарегистрировано Не просто так А изготавливается Между прочим Оно в Харьковской области Волчанский район Вот так У нас Так Состав Мед натуральный 50% 50% Натурального Меда Вы представляете Сахар белый Концентрат Хвастного Сусла Вода Молочная Кислота Одной банки Хватает Для изготовления 6 литров Готового Продукта Разбавить В 6 литрах Кипяченой воды Температурой 25-30 градусов Добавить Пол чайной ложки Сухих дрожжей Поставить В теплое место На 24 часа Для брожения После того Как закончится Время брожения Квас Разлить В бутылки Тщательно Закрыть И Сберегать В темном Место Не выше 10 градусов Вот такой Замечательный Продукт Ну-ка Сейчас Заценим Какой запах Ржаной Такой Медово-ржаной Насыщенный Очень-очень Концентрированный Аж слюни потекли Классный Запах Классный И вот так Можно есть Просто Как мед Как мед Такой Оригинальный Ни на что Не похожий Прямо Как гречневый Только Еще Насыщенней И пахнет Вот не гречневым Ноткой А ржаной Прямо Ржаным Хлебом Солодом Таким Ржаным Классный Такой Запах Очень-очень Слюноотделительный Очень Интересный Прямо Прямо Так Можно С кислинкой Такой Мой Классный Продукт Классный Александр Николаевич Зачет Зачет Возьму рецепт Пожалуйста Делитесь Буду делать Очень Понравилось Ну Еще Поставлю Наображение Покажем Результат Что там Получилось А вот И чайничек Закипел Так что Всем пока Огромное спасибо За просмотры За поддержку Извините Не могу Угостить Ну Буду Пробовать Мед Всего Хорошего Ну Что А мы Попробуем Разбодяжить Квас Медовый Александра Николаевича Копцева Вот Примерно 6 литров воды Может Больше Чуть-чуть Но Не суть Важно Густой Медовый 50% Мед Натур Продукт Я вам скажу И так Пить Можно Охо Вкусняшка Пенка Получается Обалденная Такое Прямо Крем Брюле Все Можно Пить Шучу Все Думаю Хватит Опять Калашма Малашма Крышечку Приоткрываем Чтобы Она Дышала Все Куда-то За кресло Пускай Стоит При комнатной Температуре Посмотрим Что получится Так Прошли Сутки Что тут У нас В уголочке В теплом Ага Пена Уже О Нормально Ну что Тут крышечка Была Приоткрыта Пахнет уже Квасом Все Закручиваем Плотненько Ставим Обратно В темное Теплое Местечко Пару дней Я думаю Хватит ему Закарбонизироваться Ну а потом Попробуем Ставим наш квас В погреб Пускай охлаждается Насыщается Углекислотой Я думаю К вечеру Уже можно будет Выхлебать Ну вот Двое суток Два дня Прошло Эх Пробуем Наш квас О бутылка Как не валяшка Стала Хорош Ну Заценим Натурподукт Квас Натуральный Холодненький Медом Хорошо Так отдает Отлично Медовый Медовый Сто процентов Как раз Отлично Тепло Началось Двадцать Пять Градусов Пришел С погреба Кваска Милое дело Ну что А я со своей стороны Сделаю Алаверды Кельшик Гречка Хефевайцен Клубничка Уезжает В Талалаевку Так что так Александр Пробуйте Дегустируйте Оценивайте В том Скажите Свою Оценку Ну а я В свою очередь Буду Что нибудь С медом Экспериментировать Какие нибудь Интересные Напиточки Посмотрим Медовое Какое нибудь Пиво Замучу Ну все Спасибо Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует